Всем привет! Вы на канале Кинотрафик. С вами Ольга Сергеева. Сегодня я расскажу вам о хорошем кино. Этого гениального музыканта, художника и провокатора всегда притягивала сумеречная зона. Сон обволакивает и размывает границы реальности. Запомнить и воспроизвести причудливые образы, которые появляются по ту сторону сознания, помогают музыка и кино. В этом выпуске я расскажу вам о фильмах с участием харизматичного и таинственного Дэвида Боуи. Итак, поехали! Он был музыкантом, аранжировщиком, художником. По правде сказать, актером кино он себя совершенно не считал. А режиссеры использовали лишь его образы, которые он примерял на себя в разные периоды жизни. И видели только его талант музыканта, дополненный эффектной внешностью. Фильм-притча «Человек, который упал на землю» по праву считается уверенным дебютом музыканта в кино. Это история об инопланетянине, который прибывает на землю в поисках воды для своей погибающей от засухи планеты и встречается с землянами. В процессе привыкания к планете меняется и наш герой. Режиссер фильма Николас Роук признавался, что не давал заданий Боуи. Он делал в кадре все, что считал нужным сам. Его инопланетянин, который пытается адаптироваться к жизни среди людей на земле, является одним из самых пронзительных, грустных и светлых образов в авторском кино 20 века. Фильм «Прекрасный Жигола, несчастный Жигола» можно найти и в другом варианте, под английским названием «Просто Жигола», который значительно длиннее по хронометражу. Картина режиссера Дэвида Хеммингса о судьбе молодого человека, пополнившего собой ряды потерянного поколения, разворачивается в Берлине 20-х. Пауль в звании лейтенанта возвращается домой после разгрома немецких войск в Первой мировой войне. Он пытается найти работу в разваливающемся обществе и вынужден стать танцором Жигола, обслуживающим стареющих богатых дам. Несмотря на то, что в прокате фильм потерпел неудачу, именно теперь он смотрится особенно изысканно, благодаря дуэту двух самых стильных людей начала и конца 20 века, кинодивы Марлен Дитрих и культового музыканта Дэвида Боулин. Режиссер Тони Скотт на заре своего творчества предложил свою авторскую интерпретацию вампирской темы в фильме «Голод». Разрушив жанровые преграды и сделав это настолько талантливо, что мгновенно став культовой, картина до сих пор является непревзойденным экземпляром неоготики и декаданса с экзистенциальным подтекстом. Образ изможденного белого герцога идеально слился с героем фильма, спутником и единственным возлюбленным кровавой красавицей Мириам в исполнении звезды французского кино Катрин Денёв. Пара блуждает по ночным клубам в поисках свежей крови, но внезапно происходит событие, которое меняет их прежнюю жизнь. Именно в эти годы Дэвид Боуи с золотыми волосами резко врывается в молодежную поп-культуру поколения 80-х. В «Голоде» он напоминает и о другой своей важной ипостаси – нечеловеческом происхождении, во всей своей байронической элегантности и трагической таинственности. Музыкант всегда питал интерес к азиатской культуре и философии. Его решение сыграть несломленного загадочного британца в фильме «Счастливого Рождества мистер Лоуренс» знаменитого японского режиссера Нагисы Осимы не было случайным. Картина была снята по автобиографическим романам сэра Лоуренса «Вандерпоста» «Семя и сеятель» и «Ночь новолуния», основанных на его впечатлениях о пребывании в японском плену во время Второй мировой войны. Действие картины разворачивается на острове Ява, оккупированном японцами в 1942 году. В лагерь для военнопленных союзников поступает новый узник Джек Селлерс. Он не боится ничего. Между ним и молодым японским лейтенантом, которого играет другой выдающийся музыкант Рюичи Сакамото, завязывается тонкая психологическая дуэль. Фильм о столкновении культур и характеров получает номинацию на золотую пальмовую ветвь в Каннах. Сразу становится культовым антивоенным высказыванием, а роль Боуи – знаковой. В изобретательном фэнтези «Лабиринт» основными действующими лицами выступили рукотворные куклы. Девочка Сара должна пройти лабиринт в волшебной стране, чтобы вернуть своего младшего братишку, который унесли туда гоблины по ее вине. Дорога полна всяких чудовищ, хитрых ловушек и головоломок. Она пройдет сложные испытания и обретет новых друзей. Автор «Маппет-шоу» Джим Хэнсон подарил в этом фильме один из самых запоминающихся образов Дэвида Боуи. Король гоблинов Джаред – существо изящное и опасное, с откровенной панковской прической, в неприлично облегающих лосинах, с холодными разноцветными глазами надменного соблазнителя, которым не утаить пламя страдания одиночества рок-идола. Артист пишет музыку к фильму и исполняет в нем свои песни. С новой силой вызывает восторг у зрителей, вновь становясь кумиром для всех девочек-подростков. Дэвида Боуи приглашали как звезду украсить свои фильмы Дэвид Линч в «Твин Пикс» «Огонь, иди за мной», Мартин Скорсезе на роль Понтия Пилата в «Последнем искушении Христа», Ричард Шепард в забавной комедии «История с ограблением», Джулиан Шнабель пригласил его на роль Энди Уорхола в фильме «Баския», а Кристофер Нолан на роль Николы Теслы в картине «Престиж». Все эти фильмы его участие навсегда сделало особенными. А еще я хочу вам напомнить о замечательном поэтичном анимационном фильме «Снеговик», который на каждое Рождество показывают по британскому телевидению. В его основу легла одноименная детская рисованная книга Реймонда Брикса. Во вступлении к нему Бои выступает в роли повзрослевшего мальчика Джеймса, который вспоминает ту зиму, когда он познакомился со «Снеговиком», и произошли те чудесные события. Гениальный артист, опередивший время. Он глубоко спрятал все самое сокровенное за изумительными масками и оставил себя настоящего только себе самому. Он подарил впечатляющие образы, которые помогают победить страх смерти и останется проводником через сумеречную зону к ослепительному свету. Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева и вы были на моем канале Кинотрафик. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok